Доброе утро, дамы и господа! Сегодня последний день, наш отдых на хуторе тихом закончился. У нас остаются считанные минуты на то, чтобы спаковаться, пойти позавтракать, сесть в автобус и укротить отсюда, в Черновцы. Когда ты сказал, наш отдых на ху, у меня сердце забыло. Ну, ты как будто бы плохо меня знаешь, я же не мотюкаюсь. Так что сейчас будем собираться и прощаться с этой местностью, которая так полюбилась нам уже за эти несколько дней. Красотища! Просто самый офигенный день. А мы уезжаем, очень не вовремя. Так, чтобы в 8.30 уже было солнце, такого еще не было, по-моему. Обычно в 9 только начинает выглядывать. Посмотрим, проснулся ли наш товарищ. Да что вы, что вы, он уже и стоит на ногах. Скинь! Может, он еще и собрался? Но нет, не совсем. Ну что ж, нам надо попрощаться с нашими друзьями. Иди сюда. Иди сюда. Ой! Вот ты и попался. Где тебя носило всю ночь? Что ж, дамы и господа, наш последний завтрак в этом месте. Все люди, как люди, заказали себе омлетики. Один я выпендрился и заказал овсяную кашу. Овсянка, сэр. А все почему? Потому что сегодня тяжелый день. Дорога обратна. Нужен запас энергии. И что, как не овсянка даст нам эту энергию? Афетамин. Мет. Нет уж, спасибо. Мы не наркоманы. Я просто люблю есть еду. День сегодня реально классный. Мы еще так рано не завтракали никогда. У меня сток с первыми лучами. Самыми целыми поступлениями. Овсянка, сэр. Эх, все, позавтракали. Все замечательно. Сейчас идем в домик, забираем свои вещички. Монатки, так сказать. Садимся в автобус, едем домой. Кстати, мы все это время вообще не пользовались ключом дверным. То есть у нас все домики, в принципе, открыты круглосуточно. Даже если мы уезжаем куда-то фиг знает куда или уходим. Домик открыт, а там лежат всякие там наши кошельки, гаджеты и так далее. Компьютеры. Поэтому мы рассказываем вам об этом только в последний день. Такое вот откровение. Настолько прикольно, знаете, ощущаешь себя как в Европе. Такое доверие. Никто тебя красить ничего не будет. Тем более, что тут никого просто нет. Теоретически, ты можешь какой-нибудь дядька из села прийти сюда и так, чик-чик-чик-чик. Ну, не знаю, конечно, заметят. Ты же сам увидел, что тут камера. Камера там, за углом. То есть было бы желание, конечно, можно было бы что-то подсупать. Ну, мы потом бы на камерах увидим, что это за дядька все живет. Просто если б дядька с села, чтобы его не опознали бы местные, если б дядька с села сюда пришел, еще и поцелковый. Ну ладно, а допустим, кто-то из чужого домика незнакомый раз такой, увидел, что все свалили. Зашел, телефончик потянул и все. Да, сюда ездят такие люди. Все, мы выселяемся. Кстати, я знаю, что многие из вас спрашивают, какие здесь цены на жилье, на еду, на все эти развлечения. Я не назвал вам специально, потому что под каждым моим видео про хутор Тихий есть ссылка на их сайт. На сайте все подробно расписано. Подробно есть все сцены на разные домики. Также ресторанное меню, где можно сразу же посмотреть, сколько стоит здесь еда и просчитать все, во сколько это может вам обойтись. Заходите на сайт и получайте там всю полную информацию, которая вас может интересовать. Я лишь поделился с вами впечатлениями о том, как оно здесь на самом деле, какие есть проблемы, что нравится, что не нравится. И надеюсь, все эти видео были для вас интересными. Ну а сейчас садимся в автобус и едем домой. Наш багажный сервис, трансфер багажа вниз. Ты на себе понесешь свой... О, у меня такой же рюкзак, по-моему. Ну, чуть-чуть другой, но тоже фирма. Что ж, мы пружиной шеренгой спускаемся снова с нашего хутора. Уже третий раз. Три спуска и три подъема. Мы уже выучили эту дорогу наизусть. Можно с закрытыми глазами идти. Как знать, возможно, в будущем нам придется еще раз подниматься и спускаться здесь. Так, смотри, твой рюкзак сейчас хочет вывалиться. Ого-го-го. Так, форсаж. Три стиха. Я думаю, надо испугать кит. Вы же сами понимаете. Ой, Смереко, Смереко, Розкажи мне, Смереко, Розкажи мне, Смереко, Чо ты так растешь далеко? Куча ревна моя, Смереко. Покатались на лезах? Да, хорошенько. Летом хорошо, летом. Бывает это тень. Солнце светит ясно, Хоч небо отягнене в хмари. Дощ леться на землю, А мені нічого не задьмарить. Ясне світло, що дарують очі, Якимому серці навіки, Солодка усмішка твого обличчя, Залишається земною всю. Что, мы приїхали в городок Путила. Здесь вот есть Путильський рынок, На который мы планируем забежать И очень быстро закупить сувениры. Пойдем, щас наведем шороху на этом рынке. А это местный стадион Карпаты. Посмотрите, какая красота. Прибуны, конечно, небольшие, Но тут большие не нужны. Хотя достаточно, достаточно большие. Тут у них есть своя футбольная команда. К сожалению, на рынке сегодня очень мало людей. Так вот, на рынке очень много всего закрытых. Закрытых ларьков. Ничего нормального не продается для нас. Собаки-барабаки. Дикий койот. Сейчас идем в местный торговый дом. Торговый центр расширяется. Закрыто. И снова облом. Здесь тоже все закрыто. Подожди, субботний день. А не тут субботники. Это что, адвентисты с 7-го дня здесь? В субботу все закрыто. Вот такой маленький городок Путила. Тишина. Никакой тебе святы. Частный домик. Есть даже вот какой-то кирпичный дом пятиэтажный. Вдалеке возвышается. Куча административных зданий. Музей садыба Юрия Федьковича, если вы узнаете, кто это такой. Так, выходные дни. Суббота, понеделок. Шаббат есть шаббат. По коням. А милиция, а что это воно таких каширик? Как дитячий садок. Вон магазин собирается денег. Солнце светит ясно, хоть небо отягнене в хмари. Дождь льется на землю, а мені ничто не задьмарить. Ясно светло, что даруют очи. Как и в моем сердце навеки. Солодка усмешка твоего обличчя остается с мною всю. Ты мое солнце, что светит до мого сердца веконце. Ты мое солнце, и сред ночи сяю для меня твои ясні очи. В ромашках купается поле. Для меня наветь у зимову пору. Все розквитает, коли ты приходишь. В житти моему ты не випадковись. Хочешь зерку дистану для тебе. Подарую тобі ясне небо. Ты для меня единый коханий. Мені дарований ты небесами. Ты мое солнце, что светит до мого сердца веконце. Ты мое солнце, и сред ночи сяю для меня твоя ясна. Отлично, мы в Лыжнице снова. Снова кресток в Лыжнице. Главное бутсульское развлечение – это баня в гусике. Моя солнце, Ты мое солнце, Мое солнце, Ух, час дня мы наконец подрались до Шаровцов, это была утомительная дорога, тут все и красиво, солнечно, но было так, шутка жарко, что у меня высох весь нос, высохли глаза, вообще все высохло, а водитель почему-то не хотел отключать печку. В общем, я тут чуть не очмолел, как говорится. Господа зрители канала, мы прощаемся с Максимом, потому что он сейчас уезжает на автобусе в свой капитал. Я знаю, вы будете скучать по мне, но ничего страшного, мы снова появимся вместе с Сережей, у вас в глазах и в мозгу. Может быть и нет, но все. Счастливые дороги. Все доброе, классики. До побачення. Ну что, у него ухо прописано, это проштампованное. Так, ребята, не ссорьтесь. Итак, мы сейчас ищем камеру хранения, мы сдадим туда сцело, и еще лодки, и пойдем гулять по городу. Это собака-сопровождак. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!